...которые их пожрут, прокурор должен ненавидеть главного мента, главный мент должен ненавидеть главного КГБшника и так далее, тот еще кого-то должен ненавидеть. Все они вместе должны ненавидеть судьи. Да, конечно, это нормально, это естественно, и тогда все будет в порядке более-менее. Ну, как вот в Штатах, да, там не успел Клинтон, вернее, не он, а Левинский отсосать у Клинтона, да, как появляется такой, опа, окружной прокурор, который хочет избираться, говорит, здравствуй, Клинтон, ты почему вот так поступаешь? Он говорит, да, я так не поступаю, говорит, а ты варьешь, собака, и все. Понятно, что это вообще не тема, это вроде личное дело каждого спортсмена, но представляешь, что бы сделал окружной прокурор, если бы Клинтон что-то украл. Ну, его вообще растерзали бы просто, если бы за такую фигню его там вообще чуть не распяли. Причем ничего плохого Клинтон-то не сделал. Ну, а что, не должен делать мужик, да, вроде он просто не сопротивлялся, да, ну, ладно, да. В Петербурге произошел пожар в исправительной колонии номер 7. Да, видишь, причем как-то в интернете окна всплывают, и вот мы с Димой все сидим, и я говорю, в Петербурге произошел пожар в исправительной колонии номер 7, и всплывает, ни одно животное не пострадало. Я думаю, что это такое? А оказывается, в колонии, значит, есть двухэтажное здание, какой-то производственный сектор, а в нем кролики находятся. Вот кролики не сгорели, слава богу. То есть, еще смешнее оказывается. А про заключенных вообще пофигу, информации нет про заключенных. Самое главное, кролики не сгорели, все в порядке. В зоне есть зона, в которой держат живот. Да, да, вот в тюрьме, тюрьма в тюрьме, да. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионера в Приморье, которого сотрудники скорой помощи уронили при транспортировке. Да, самое смешное, вернее, самое печальное. По заключению экспертизы, он погиб от того, что его уронили, а не от того, что, да, представляешь? То есть, он получил телесные повреждения, в результате которых скончался. Представляешь, может, его лучше... Вот почему... Меня спрашивают, почему вы к врачам никогда не обращаетесь? Ну, как я тут буду к врачам-то обращаться? Я всегда боюсь этого. Вдруг меня уронят. У меня вот деда брат так своими ногами сходил. После этого отвезли. В Тольятти мужчина провалился и застрял в мусоропроводе. Да, это что-то какие-то постоянные случаи, что кто-то застревает в мусоропроводе. Только недавно парень какой-то провалился в мусоропровод. Там что-то телефон, что ли, искал, писали. То есть, такая стандартная ситуация. Я думаю, что сейчас какая-то будет серьезная неприятность, связанная с мусоропроводом. Потому что пошла волна такая. Или что, дети будут проваливаться? Ну, видишь, там все обветшало. Никто этим не занимается. Во многих местах вообще заварили мусоропроводы. А там рядом проходят и газовые трубы. Там может газ скапливаться. Все, что хочешь, может быть. Совершенно никому дел нет никаких. Павильон Сбербанка разгромили в Южно-Сахалинске. Взорвали. Ну, наверное, тоже газом. Обычно газовые баллоны засовывают. То есть, я так понимаю, автоматы, они что-то эти банкоматы пытались взорвать. В результате взорвали весь павильон. Ну, что-то у них пошло не совсем так. Бывает. В Норильске найдена убитыми семейная пара из двухлетней дочери. Да, вот. Такое дело совершенно непонятное. Они только приехали, я так понимаю, 27 марта. 31 год мужчине, 28 женщине, и 2 года ребеночку. Их убили. Посмотрим, как будут развиваться события. Новосибирские коллекторы изнасиловали должницу на глазах у мужа и сына. А это вообще просто совершенно дикая история какая-то. Уже за гранью. То есть, я так понимаю, что женщина взяла в 2015 году 5000 рублей в деньги сразу в фирме. После 30 марта четверо каких-то огольцов пришли, избили ее мужа, ребенка избили, ее саму изнасиловали. А должна она уже в результате того, что в 2015 году взяла 5000, а должна была 240 тысяч. Вот без всякого изнасилования и избиения уже за это надо расстреливать. Вот 5000 взяла, сколько должна? 240 тысяч. Сколько должна? Вот можно от низа от самого, вот от того, кто эти деньги дает в рост непосредственно, вот там сидит, и до первого лица этой структуры, совершенно смело они все заслужили смерти. У старухи, которую Раскольников зарубил, и сестры ее Лизаветы не было таких процентов. Понимаешь? Это уже сверх вообще. Просто это за гранью находится. Вот такой вопрос в связи с этими деньгами, со всеми. Ну, в свое время медик сказал, что это не наш бизнес, не кошерный, не предпринимательский. Конечно, но это естественно. Это бандитизм. Вот почему государство, там вдаля не оно что ли? Конечно, конечно. Потому что государство приватизировано, потому что все нормально. То есть те люди, которые питаются от этого, они обслуживают интересы Вова Путина по всем фронтам. Понимаешь? Хотя банки... Там очень связка жесткая. Ты посмотри, вот это вот деньги сразу, я погуглил, есть в каждой зажопинке. Везде эти деньги сразу есть. Представляешь, сколько денег эти сволочи собирают? Там при чем, знаете, какая интересная штука, любой может. Вот я могу сказать, деньги сразу, чтобы ты знал. 5-го, 11-го, 17-го года. Запомни, это крайний срок, пока ты сможешь свалить отсюда. Вот я тебе отвечаю, приходим и сразу, прям вот сразу, только не деньги. Поверь, вот 100%, вот тебе 100%, сразу. В Башкортостане мужчина до смерти забил дочь сожительницей из-за плача. Ну, тут продолжается тоже, какой-то, я не знаю, что в головах происходит. Мне говорят, так было всегда. Да нет, вот вы посмотрите, даже по статистике так никогда не было. Да, неделю назад у нас убили по мальчика. Да, ну, не только у нас, вообще по всей России. Волна идет такого беспредела. Президент Панамы обещал нулевую толерантность к незаконной финансовой деятельности.